Год работы, множество творческих идей и креативных приемов, сюжетные линии, операторские находки и монтажные ходы. Все это юные мастера новых технологий предложили для участия в конкурсе медиатворчества. Это общее название таких направлений, как кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, интернет, радио, печать, фотография, графика и музыка. Конкурс стал проверкой теоретических знаний и их практического применения в области медиатворчества. В фестивале приняли участие детские и молодежные медиастудии, кино, фото, радио и телестудии, пресс-центры, кружки анимации и компьютерной графики, а также индивидуальные авторы. В этом году принимало 859 участников фестиваля, 26 территорий Московской области, 72 учреждения приняли участие в нашем фестивале. Очень большой объем работы, но порадовало нас, знаете, чем? Тем, что вот если сравнивать с прошлым учебным годом, программы стали технически сильнее. Доброта, любовь, семья, наука, сказки, забота об окружающей среде, истории интересных людей. Эти темы ежегодно становятся традиционными для материалов участников фестиваля. Сегодня к ним добавилось новое – чувство ответственности перед Родиной, отметила Марина Ивановна. Программа фестиваля включила как подведение итогов и церемонию награждения, так и просмотр лучших работ. Примеры самых интересных социальных роликов и фотографий стали для участников своеобразным обменом опытом. А еще организаторы – сотрудники Центра развития творчества детей и юношества города Королев – предложили гостям концертную программу. Творческий коллектив школы журналистики Центра «Радуга» представил свои работы в номинациях кино, телепрограмма, презентационный фильм, социальная реклама. Результат участия впечатляет. Ученики школы журналистики семь раз выходили на сцену за наградами, присужденными членами жюри. Ну, наверное, они нашли какую-то изюминку, которая зацепила их и впечатлила. Они оценили наш труд, ведь мы очень долго старались и упорно. Я думаю, что они оценили наш подход к этому, потому что в каждом проекте мы встали чисточку себя. Наверное, это и есть изюминка наших всех проектов. И в каждом проекте мы пишем со старанием и каждый раз делаем это качественно. Юные журналисты Пущина одержали победу во всех номинациях, в которых участвовали. Дважды лауреаты первой степени и трижды третьей, а также дважды дипломанты третьей степени. Таков итог участия в медиафестивале. Непомерное счастье прокомментировали ребята свои ощущения.